50-метровый бассейн. Заплывы вольным стилем. Мужчины, женщины. 16 цехов и подразделений, разбитых на три группы. В первом дивизионе у женщин быстрее всех преодолела плавательную дистанцию Анастасия Исаева, оператор пульта управления электростали плавильного цеха. Занимаюсь я с детства. Призовые места я занимала. Примерно полтора года назад я устроилась в СПЦ после института МИСИСа. И начала тренироваться. Руководство СПЦ этому способствовало, помогало. Спасибо большое за это. И вот, собственно говоря, уже второй раз занимала первое место. Участие в рабочей спартакиаде, в первую очередь для меня это удовольствие. И, конечно, выступить за свой цех СПЦ – это гордость для меня. Лучшим среди мужчин стал представитель первого сортов прокатного цеха Алексей Панарин, который уверен, что занятия спортом и работа связаны неразрывно. Работа, конечно, помогает, потому что спорт плавание как... Нужна очень сильно выносливость. Ну, на работе нашей металлургической нужна сила и выносливость. Это самое главное качество, наверное. В этом году я занимал первое место. Этот год для меня, можно сказать, золотым выдался. Четыре награды высшей пробы, две завала лично – это в рабочей спартакиаде УМК. И две завоймали командой УМК в спартакиаде «Металл Инвест», которая проводилась у нас в Тар-Москоле. И в рабочей спартакиаде Белгородской области, где проводилась Чернянки. О насыщенности спортивного года говорили и победители заплывов во второй группе цехов. Ну, в этом году мне довелось участвовать в трех стартах. Это спартакиада «Металл Инвеста», это спартакиада трудящихся и вот наши спартакиады. Но, естественно, впереди по волнению это спартакиада «Металл Инвеста». Было очень много соперников, которых не знаешь, которым волнуешься и ждешь от них сюрприза. А здесь на наших соревнованиях уже более спокойно. Мы командой занимали первое место тоже среди трудящихся в спартакиаде. И на этих соревнованиях весной не помню, какой был, сейчас вот победил. С ребятами постоянно участвуем в корпоративных спартакиадах. Здесь коллектив у нас сплачивается, мы постоянно все вместе общаемся, дружим. Среди мужчин в третьей группе «Быстрее всех» оказался Михаил Гончаров из цеха металлоконструкций. А среди женщин лучший результат показала Ольга Бабкина, выступающая за команду теплосилового цеха. Я студент политехнического колледжа, сейчас на ОМК в теплосиловом цеху на практике. И вот ради удовольствия я решила поучаствовать в соревнованиях. Мы следили за оборудованием, то есть за котлами, чтобы показатели не превышали норму или не понижали. Ну и так как в производственной жизни участвую, значит и спортивная тоже должна. Настоящая работница ОМК, хоть и студентка. В итоге в командном первенстве первой группы лидерами стали пловцы электростали плавильного цеха, во второй – управление автоматизацией и в третьей – ремонтно-механического цеха. Точно так же выглядит тройка лидеров и в эстафетном плавании. Эта дисциплина завершила соревновательный год на ОМК. Впереди новые состязания и новые победы.